Привет, дроноводы! Да, этот ролик я решил записать специально для тех пользователей, которые еще не сталкивались с проблемами обледенения. Естественно, исходя из своего собственного опыта, в данном случае конкретно с использованием дрона Autel EVO 2+. Что может случиться в случае, когда ваш дрон обледневает? Что с этим делать? Как с этим бороться и как не попасть в эту ситуацию? Если интересно, тогда погнали! Я лично сталкивался с обледенением летательных аппаратов, но не на дронах, соответственно, а на паралетах, на которых я практически летаю очень много. Это случается в тех ситуациях, когда вы попадаете в какие-то облака, либо в туман, и длительное время находитесь в этих условиях, продолжаете полет. Подобная ситуация может возникнуть даже при плюсовых температурах, до плюс 10 включительно. То есть, карбюратор обледеневает, воздух перестает поступать в двигатель, двигатель глохнет, и вы садитесь на ощупь. Облако это или туман монопененсуально. Разницы никакой. Видимость минимальная, а отсюда все вытекающие последствия. Хорошо, если вы сядете на твердую поверхность, а не приводнитесь. Но у нас совсем другая история. У дронов нет карбюраторов, у дронов нет крыльев, но тем не менее у них есть лопасти. И лопасти также могут обмерзать, но немножко в другой ситуации. Я много читал про то, что народ пишет, что мол, я летал в облаках, я летал в снег, я летал чуть ли не в дождь. И все нормально, ничего не обледеневает. Но вот тут как раз, как говорил товарищ Чапаев, и появляются нюансы. Давайте не будем глубоко углубляться в теорию, но для понимания вообще процесса обледенения в данной ситуации, то есть винтов, надо знать, что у воды есть состояние так называемого переохлаждения, когда температура воды значительно ниже точки ее кристаллизации. Но в то же время, в этот момент, она находится в жидком состоянии. Если интересно, на ютюбе есть куча роликов с демонстрацией этих свойств. Можете позалипать. Ладно, а где же опасность? Опасность возникает при температуре воздуха от 0 до минус 10 включительно. При высокой концентрации влаги в воздухе, то есть в тех же облаках, в том же тумане. Так вот, для того, чтобы вода из жидкости превратилась в лед, вот в этом взвешенном состоянии, ей не хватает центров кристаллизации. А наш дрон, который залетает в это облако, он и начинает представлять из себя этот самый центр. И лопасти, вращаясь на большой скорости, начинают постепенно обледеневать. В каких ситуациях это может возникать? Когда мы поднялись на какую-то гору, попали в облако и думаем, ааа, сейчас за эпичными кадрами погонимся, дай-ка я пробью это облако, чтобы посмотреть, что у нас получится. А теперь из личного опыта. Поднимаясь на одну из вершин Курагинского района, то есть практически весь маршрут мы прошли в облаке, которое висело на этой вершине. Ну и видимость, конечно, говно полное. Да? Да, такое можно прям в квартире снять. На самой вершине я решил запустить дрон, чтобы сделать небольшой облёт. После небольшого облёта, я посмотрел на лопасти, они были в тонкой корочке льда. Небольшой облёт, лопасти уже вынили. Края заледенели конкретно. То есть поэтому поднимать его, пытаться пробить, пытаться пробить облачный слой здесь не будем. Хотя тут ещё условия были относительно нормальные. Второй раз в этот же день, уже на спуске, когда открылось солнечное окно, я попытался запустить дрон, но не успел. Оно опять схлопнулось, и мы опять оказались в облаке. Но тут сработал коллективный разум, и друзья начали кричать, давай пробьём облако, давай получим эпичные кадры. Хорошо, полетели. Я запускаю дрон, набираю 100, 200, 300. Вижу, что нет пробития облака. Благоразумие восторжествовало, я начал спуск. И что же я вижу, когда дрон подлетел ко мне? Очень стабильный, очень надёжный Эво. Практически прецизионный дрон, который зависает, вывешивается, и стоит не шелохнувшись. Тут летел, как будто его коноёбило, как какого-то промокшего пуделя. Он весь трясся из стороны в сторону. Я его с трудом поймал. Быстро посадив его на руку, я осматриваю его, и вижу, что на всех лопастях толстая корка льда, которая увеличила площадь лопастей, изменила их конфигурацию. К вопросу обледенения, ещё раз показываю. Вот, прямо на кромочке толстый слой льда. Он скалывается отсюда. И это я полетал немного, достаточно. К чему приводит обледенение? В первую очередь, это увеличение веса аппарата. Это, соответственно, ускоренный разряд батареи. Во вторую очередь, это изменение профилей работающих винтов, что снижает их эффективность существенно. Двигатели должны вращаться значительно быстрее, для того, чтобы создавать ту же самую подъёмную силу. Как следствие, у нас идёт повышенный разряд батареи. И в итоге винты могут раскручиваться до такой скорости, что заряда батареи просто будет не хватать для обеспечения нормальной скороподъёмности. В этом случае дрон начнёт падать. В этом году мой друг, который путешествовал по горному Алтаю, поднялся на октажский ретранслятор высотой 3000 метров над уровнем моря. И, к сожалению, его там тоже накрыло облаком. Соответственно, никаких кадров, никакой съёмки речи не шло. Но он также посчитал, что эпичные кадры прямо необходимы. И решил на максимум пробить облако вверх. Температура была на земле плюсовой. Но когда он начал набирать, то в какой-то момент, видимо, по высоте уже сравнялось с нулевой, с отрицательной. И его дрон начал обмерзать. Он узнал об этом потому, что дрон начал очень стойко проситься вниз. Опять же, по заряду батареи, что не хватает. Батареи, всё, хозяин, давай вниз. Он его чудом спустил вниз. И говорит, что я вижу. Он вообще садится на двух винтах по диагонали работающих. Вообще, буквально как осиновый лист. Вот его всяко-разно крутило, кидало. Он приземлился очень жёстко. Но, к счастью, без последствий, два винта были заблокированы большими наростами льда прямо. А два других вращались. Но вращались достаточно плохо. Ещё бы немножко. И дрон мог бы просто так же рухнуть. И человек остался бы без своего любимого питомца. Насколько достоверна эта история, я не могу сказать. Но из собственного опыта, вот конкретно Эва, обледенение имеет место быть. Оно нарастает, увеличивается. Чем дольше дрон находится в этой обстановке воздушной, в которой на нём начинает наберзать лёд, тем больше льда он соберёт. И вероятность того, что он рухнет, она также существует. Поэтому, что хочется сказать. Сейчас как раз начинается осенний-зимний период, самый сложный, когда температуры ходят именно в том диапазоне, наиболее опасном. Поэтому выбирайте подходящие условия, не пытайтесь совершить невозможное. В общем, летайте безопасно. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова